В Ленинском районе города Бреста проживает 108 человек, имеющих нарушение слуха в той или иной степени. 50 из них регулярно посещают мероприятия клуба «Собеседник», чтобы узнавать что-то новое, поддерживать дружеское общение и не оставаться в социальной изоляции. Особенно важны такие встречи для людей пожилого возраста. Вот и на этот раз всех желающих посетить выступление кандидата медицинских наук Станислава Гороботенко пригласил территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста. Тема нашего сегодняшней лекции и беседы важнейшая. Грипп и разные его формы, начиная с традиционного, сезонного еще испанка, продолжая птичьим, продолжая синдром атипичной пневмонии, продолжая свиным гриппом и заканчивая сегодняшним под названием COVID-19. Во-первых, пожилым людям психологически в первую очередь пережить это, переживем. Проходит все, пройдет и это, как сказано в Ветхом Завете. Было у нас и ВИЧ-спит, были у нас и эти гриппы. Прошли, пройдет и это. Но не надо вдаваться в истерию. А пожилым особенно трудно, им пообщаться не с кем. А тут еще ограничения такие. А в это время, по соображениям безопасности, некоторые участники мероприятия предпочли общаться и наблюдать за выступлением в режиме онлайн, не покидая пределы своих квартир. Такая удаленная форма взаимодействия в последнее время особенно актуальна. Ведь риски сведены к минимуму. А общение в формате видеоконференции доставляет массу положительных эмоций. Мы стараемся вводить новые формы работы, чтобы не было социальной изоляции наших граждан. Вот сегодня наша информационная встреча проходит в формате трансляции онлайн-конференции. То есть люди, которые сейчас находятся дома, могут сами поучаствовать в этой конференции и задать волнующие их вопросы. Также в нашем центре возобновилась горячая линия. Заявки поступают от населения. Стараемся их выполнять немедленно. Если у нас не получается с силами наших специалистов, прибегаем к помощи волонтеров. В Беларуси количество людей с нарушениями слуха приближается к 10 тысячам. И сейчас в сложной эпид-ситуации люди с ограничениями по здоровью не должны оказаться отрезанными от внешнего мира. А для этого нужно не так уж много неравнодушия и желание помочь. У нас 8 отделений в центре. И каждое отделение покрывает какую-то зону комфорта людей с инвалидностью. И обеспечивает им помощь, взаимодействие с другими структурами. И поэтому каждое отделение выполняет свои функции. Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день техника настолько шагнула вперед, что никаких специальных мер и методов не нужно предпринимать. Практически у каждого человека, даже у людей с инвалидностью по зрению, есть гаджеты, благодаря которым они могут получать информацию, общаться с друг с другом, ну и получать какие-то досуговые функции. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.